Сразу никакой реакции не было, но и не мешали. Например, вот эту конференцию в честь 20-летия мы договорились, нам бесплатно дали помещение в институте, как-то университет государственного управления около Юго-Западной, так что мешать не мешали, когда обращались за какой-то помощью, даже давали, но мы особенно за помощью не обращались. Но я должна сказать, что когда мы стали проводить эту конференцию в честь 20-летия, я пришла туда пораньше, до начала, ну, естественно, посмотреть, что как. Было лето, ну, вот 12 мая, жуткая жара стояла почему-то. Вот, я пришла туда, сидит какой-то дядька с портфелем, незнакомый, ну, я, я ведь никого не знаю из тех, кто приедет. Мы их заочно знали, да. Ну, стали наполнял люди приходить, все. Когда я уже пересела, так это, за стол, где положено председателю сидеть, вдруг этот дядька ко мне подходит и говорит, «Здравствуйте, я Михаил Александрович Краснов, я помощник президента Ельцина. Мне поручено зачитать поздравление московской ельцинской группы в связи с ее 27-м. Я говорю, «Ого, а что, президент Ельцина знает, что мы на свете существуем?» Михаил Александрович как-то ответил неопределенно. Но потом он вышел на трибуну и действительно прочел очень трогательное такое поздравление с 20-ти лет. Ну, потом, после этого, да, а на 20-ти летие это приехал, и Юрий Федорович Орлов, который сейчас в Америке, он приехал отметить годовщину и новый какой-то этап в истории группы. И Юрий Федорович верил, что, раз я взялась, то что-то получится. Он верил в мои организаторские способности. Вот. И вот Михаил Александрович подошел к нам двоим, вот я, Юрий Федорович, и говорит, «Скажите, а чем бы мог быть полезен Борис Николаевич правозащитным организациям, которых вот вы собрали?» Я говорю, Юрий Федорович, чем он может быть полезен? А Юрий Федорович говорит, а вот они выступали, вот эти наши партнеры из регионов, они все говорили, что наша главная проблема – это то, что власти не знают, кто такие правозащитники, что такое правозащитная организация, и не желают с нами дел иметь. Вот один рассказал такую вещь. Они все в основном это были, что делали эти организации? В основном это были бесплатные юридические приемные, потому что Конституция поменялась, вся жизнь поменялась, люди совершенно не умеют, не знают, как в этих условиях им жить. Адвокаты очень дорогие, ни у кого денег на них нет, где получить консультацию? Вот они давали бесплатных, если с работы уволили, зарплату не выплачивают, детские пособия не выплачивают, такие вот вещи. И вот один рассказывает, бабушка обратилась ко мне, что ей неверно отчисли пенсию. Я посмотрел, да, действительно, неверно отчисли. Я пошел там в какой-то собес, что ли, где эту пенсию. Прихожу, говорю, здрасте, я к вам по поводу вот этой бабушки. А вы кто будете? Сын или брат? Да нет, я правозащитная. Какая еще правозащитная организация? Сновидец в общую очередь. Они не понимали, что это такое. Вот они говорили, мы очень нуждаемся в контактах с властями. Вот помогите нам наладить контакты с властями. Юрий Федорович говорит, Михаил Александрович, вот может как-то Борис Николаевич в этом смысле помочь? А Михаил Александрович говорит, ну, мы подумаем. Ну, насколько я поняла, это не Борис Николаевич знал, что существует в Москве МХГ, что ей 20 лет. Это Михаил Александрович знал. Поэтому он решил проявить инициативу. Он написал поздравления. Пришел к Борису Николаевичу и говорит, Борис Николаевич, вот есть такая московская эльцинская группа. Ей, понимаете, уже 20 лет. Во, какие героические люди и так далее. Ну, неплохо бы поздравления от вас. Вот я тут написал, посмотрите. Эльцин подписал, он и прочел. Это была целиком, конечно, его инициатива. Он нам потом это признался. Вот. Но он говорит, ну, подумаем. И вот они, он там долго разговаривал с Юрием Федоровичем. И они решили, что Михаил Александрович попробует убедить Бориса Николаевича, значит, чтобы он обратился к главам регионов с рекомендацией создать такие комиссии по праву человека из общественников, какая была при нем. Ведь Ковалева ушел, на комиссию-то оставалась. Она плохо работала после Ковалева, но она все-таки была. И они вот и решили, что, пожалуй, вот такое. И Михаил Александрович написал проект указа о некоторой помощи, о государственной помощи правозащитным организациям Российской Федерации. И Борис Николаевич подписал этот указ. Это действительно сыграло большую роль в работе Московской Хельсинской группы, о ней работе как председателем создания этих комиссий, которые существуют до сих пор, кстати сказать. Одновременно с уполномоченным правом человека, а в некоторых регионах уполномоченных нет, а комиссии существует по правам человека, и мы с ними до сих пор работаем. Ну и у нас в группе надо было начинать работать, у нас ведь помещений не было. И вообще-то существовал закон, что некоммерческие организации должны получать помещения от государства на льготных условиях. Там дешевле, чем коммерческие. Но на самом деле это никто не соблюдал. И Юрий Федорович говорит, слушайте, Люда, может попросить Ельц насчет помещения. А он еще, когда разговаривал с Михаилом Александровичем, он вот о чем говорил, что шла Чеченская война, и уже шла речь о том, что надо ее заканчивать. И мы по телевизору видели, что Ельцину сказали, приезжайте к нам. И он сказал, да, приеду. Значит, меры заключать. И Юрий Федорович говорил, значит, будет большая ошибка, если он туда поедет. Он не должен ехать туда, он должен их пригласить сюда, принять их в Кремль, как полагается, и здесь разговаривать с лидерами чеченцев. И он говорит Михаил Александровичу, вот мне бы очень хотелось донести до Ельцину эту мысль. А Михаил Александрович говорит, я постараюсь вам устроить встречу с ним. И тогда мне Юрий Федорович говорит, давайте, если я пойду к Ельцину, я заодно о помещении прошу. Я говорю, Юрий Федорович, не солидно. Вы придете о таких важных вещах. Я говорю, дайте нам помещение, не солидно. А он говорит, знаете что, напишите письмо, что вот, вы как председатель Московской Хельцинской группы просите помещение. Я возьму письмо и так, будет неудобно, значит, уйду. А будет удобно, отдам. Вот. Ну, я написала это письмо, он взял с собой. Он пошел, они разговаривали, потом он мне сказал, что 40 минут разговаривали. И, между прочим, он пригласил действительно сюда, он не поехал туда. Ну, я не знаю, может, не только Юрий Федорович советовал, но Юрий Федорович к нему шел именно с этой идеей. Вот. А оказалось удобно. И, значит, на этом письме к Борису Николаевичу он написал, Юрий Михайлович, сделайте, что можете. А у них тогда были очень хорошие отношения между ними, между Ельцином и Лужковым. и я с этой бумажкой пошла, конечно, не к Юрию Михайловичу, а такой отдел, который ведает помещение, я уже не помню, как он называется, там, московое имущество, что-то в этом духе. Вот. И через некоторое... Да, отдала, значит, эту бумажку своим заявлением. Через некоторое время мне звонят, говорят, идите смотреть помещение. Я пошла где-то, по-моему, на полянке. Я пришла, там какая-то контора, которая хочет оттуда выселяться. И, значит, мне предлагают это помещение. Они мне говорят, ой, не берите. У нас, во-первых, крыша течет, ее никто не ремонтирует. Во-вторых, у нас крысы бегают. Я услыхала про крыс, мне стало нехорошо. Я говорю, нет. Я пришла, говорю, вы знаете, нам это помещение не подходит. Там крыша течет, там крысы бегают. А у нас нет денег ни крысы выводить, ни крышу чинить. Вот. Через некоторое время еще мне предлагают. В Георгиевском переулке, прямо там, где Дума, но не с охотного ряда, а сзади, там во дворе очень хорошее помещение. Мне понравилось. Я говорю, вот это я, да, это мы возьмем. А они звонят, потом говорят, нет, это оказывается, все принадлежит здесь вокруг Большому театру. И мы не можем это помещение отдать. Но потом дали вот это помещение на Среченке, в котором мы до сих пор находимся, действительно, по льготной цене. Мы до сих пор имеем помещение по льготной цене, что очень необыкновенно редко. Два года назад решили нас выгнать из этого помещения. Чего это мы за ним? Потому что мы же все время критикуем власти. Да еще льготное помещение имеем. А они решили больно жирно. И говорят, убирайтесь, у вас вот срок аренды кончится, мы больше не будем возобновлять. Но тут такой, надо спросить быть журналистом, такой крик поднялся, что московскую хельсинскую группу выселяют, что кончилось тем, что сказать, ладно, продлеваем еще на три года. Так что у нас еще на год. До следующего января. Ткань.